Доброй ночи, алканы! Наши дачные посиделки продолжаются и окрашивают уже совсем этюды в синих тонах. Сейчас мы опять будем как бы жестить, будем пить напитки времен стран Варшавского блока. Я уже рассказывал вам несколько выпусков назад про прекрасного своего товарища, покойный батя которого коллекционировал бутылки. Ну и поскольку что-то с ними надо делать, и что с бутылками делать надо пить, мы их потихонечку пьем, и там попадаются, конечно, шедевры. И вот, значит, с одним из этих шедевров мы сегодня познакомимся. Откровенно говоря, был я в... так, зарепрезентуем, значит. Это вермут венгерский. Значит, бывал я в Венгрии, но, разумеется, когда я был в Венгрии, я-то, как все, налегал на токайские вины. Ну, потому что это их такая сильная история, марка, все дела. Вермутов я не сподобился пить, так что это мой будет первый опыт с мадьерским вермутом. Значит, что в нем, значит, прекрасного? Ну, во-первых, это то, что, ну, тут написано, алкогол. Ну, потому что это вот еще в те времена, когда Венгрия была, значит, страной пресловутой Варшавского блока, значит, просто прекрасно. 15-20 процентов, точнее не скажем. О технологии это ты. То есть, понимаете, да, если минимальное, значит, содержание алкоголя 15, а максимальное может быть 20, это у них погрешность на треть сумку. Это же, ну, ваши молодцы, ребята. Причем, если 15, это просто хорошая крепость для, ну, скажем так, десертных крепленных винтов, 20 процентов уже почти ликерное. То есть, с него можно слегка подопьянеть, а можно прям нормально ухайдактся. Значит, второе, значит, что прекрасное, называется он Панония. Панония это, как показал гугл, я был вообще не в курсе, это такой довольно обширный регион, который там объединяет в себе часть территории Венгрии, Чехии, Сербии, Боснии, короче, Балканы, Балканы. Но самое, конечно, прекрасное, это вот тут снизу есть такая надпись, я там по-венгерски не особо, написано Феридец Фехер. Так вот, означает это, как белое помутнение. То есть, понимаем, да, белое. До этого у меня был, значит, вермут, на котором было написано рожа, ну, то есть, красный. Он был белого цвета, там есть обзор, да, на канале. Теперь, значит, вермут, на котором написано белое, он, сука, красный, как кумовской хуй. Ну, в общем, прекрасно. Ну, контр-этикетка, как мы видим, отсутствует. Вообще, очень лаконичное исполнение. А объем-то правильный, литер. Если пробочка не засахарилась, то сейчас мы ее бодренько свернем. Я уже уверяю вас, что никакого дозата нет. Проб, кстати, это вот тоже в лучших, значит, советских традициях. Такая просто максимально простая. Мне кажется, даже вот была бы здесь еще кепка, как на водке на коленвале, я бы даже не удивился. Ну, что, ссыкотно, но мы не трусы, будем пробовать. Ну, она, конечно, подзасахарилась немножечко, вот такие. Но, в целом, я не думаю, что ой, а пахнет бомбически. Запах вот. Даже в нем, может быть, не очень много вермутного. Мне это напоминает наши крымские десертные вины. Всякие вот эти вот мускаты, бастардо. Может быть, даже какие-то хорошие образцы испанской малаги. Ну, в общем, запах сладкого, крепкого вина десертного. Но, тем не менее, это вермут, поэтому предполагается какая-то все-таки горечь, какая-то травяная послевкусие. Ой, боже, спасибо, помилуй. Ну, в руке сидит прекрасно. Прям вот хочется. Не была бы она такой старой. То есть, если бы была бы женщина, я бы к ней, конечно, подкатывать не стал. Потому что она старше меня, мне кажется. Год производства, к сожалению, не указан. Может, и к лучшему. Производит это какой-то Баргаздацкий комбинат. Слово комбинат написано прямо вот, как комбинат. Ну, прекрасно. В общем, ферма Панония, Венгрия. На всякий случай, чтобы не отравиться, вот тут рюмочка водочки у меня присутствует. Ну, это так, как лекарство. Ну, что ж. Как говорили деникинские белые офицеры во времена гражданской войны, лучше умереть за императора, чем жизнь ради себя. Ммм, давно. Могу сказать, что вообще говоря, все время проведенное, а это же не в каком-то офигенном холодильном шкафу, в помидоре хранилось, стояло в самом обычном ночи серванте. При комнатной температуре. Так вот, я хочу сказать, что вермут, это же благодарный напиток. Потому что его, ну, понятия не имею, какой он должен был быть изначально на вкус. Но сейчас все очень, в принципе, хорошо. То есть, это вермут. Вот травяная горечь, составляющая, про которую говорил, имеется. И вот даже осадочек на дне есть, как во всех уважаемых вермутах, которые, ну, долго прожили. Единственное, наверное, что я могу вам поставить, упрек. Нет, это правда, хорошая напитка. Мы сейчас с удовольствием разопьем всей нашей немногочисленной сегодняшний вечер компанией. В недостатках могу сказать только одно, что, видимо, то ли с возрастом, то ли с сахаром здесь так же вольно обходится. Заявлено это 10-12%. Он реально кажется безумно сладким. Прямо говорю, как малага. Я действительно, запах недаром не знаю. То есть, у меня такое ощущение, что, конечно, если вот выпить эту литру так вот чистоганом, без закуски, без обмана, натурально слипнется к херам все у тебя внутри. И это, наверное, единственный недостаток этого напитка. Соответственно, выводы, какое эрго, да, что в Венгрии, значит, не только своими такаями славятся. То есть, вполне можно пить их вермуты. Вряд ли, конечно, они сейчас производятся именно на этом комбинате. Но, тем не менее, то есть, это напиток неплохого качества. И тот прежний вермут, который я пил, я просто не помню, чей он был, который был красный, а по факту казался белым, он, конечно, был, ну, такое себе. А это прямо вкусная штука. Действительно вкусная. Так что, вот так вот, из загашников истории просто достаются прекрасные вещи. Хочется просто пожелать всем подписчикам канала такой неслыханной удачей, чтобы вот где-то найти неразгромленный бездарными алкашами, потомками, собранный старыми людьми бар, в котором находятся вот такие вот поистине прекрасные вещи. Это дорогого стоит. Ну, а теперь, извините, надо это срочно делать, пить. зря, что ли, собрались. Вот. Всего хорошего. Возможно, мы еще с вами увидимся в ближайшее время, потому что, как говорится, под занавес дачного сезона и конец отпуска надо нахерачиваться как мразь просто последняя. И я это буду. Всего доброго. Продолжение следует...